Мы, пары и девчонки, проникли все сколки, мы, команда, свой кузов, нас ждет всегда! Рядом! Ура! Азартно, весело, победно. Представители серебряного возраста и их внуки приняли участие в традиционном фестивале «Активное долголетие». Оно состоялось под куполом манежа спорткомплекса Подмосковья. Любовь к спорту, активный образ жизни объединили свыше 200 участников. Соревновались команды женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Побить рекорд виси на перекладине, выиграть в дартс, отправить мяч в баскетбольное кольцо и футбольные ворота, продемонстрировать мастерство игры в настольный теннис, стрельбу из электронного оружия. Здесь не обязательно быть профессиональным спортсменом, достаточно иметь стремление победить. Отличается наша спартакиада от других мероприятий спортивных тем, что с нами участвуют наши внуки. Это радует, когда они подзаряжаются энергией и смотрят, на что способны их дедушки. Настрой вообще очень боевой, потому что пенсионеры пришли со своими внуками, большое количество внуков, которые участвуют в электронной стрельбе, в метании мешочков. То есть все очень-очень позитивно и хорошо настроены. Активные Белгалеты пришли с отличным настроением, демонстрируя молодому поколению правильный пример. В свою очередь внуки и правнуки всегда с удовольствием поддерживают их в спортивных состязаниях. Мне тут нравится больше всего то, что испытания новые. Дедушке я помогаю. Я хочу всем вам, молодым, чтобы вы поддерживали дедушек, бабушек своих. А как поддерживать? А поддерживать только так, причащим наших мероприятий вообще. А это у нас будет очень хорошо. Программа «Активное долголетие», стартовавшая в Подмосковье в 2019 году, помогает сделать спорт неотъемлемой частью жизни представителей старшего поколения нашего городского округа. Всю жизнь занимаюсь спортом и всем этого желаю. Это здоровье, это здоровый образ жизни, это хорошая семья, друзья, с кем можно пообщаться, встретиться. И вообще для себя. Мне 66 лет, ну, все в полном порядке. Проснись, не ленись, займись собой. Это у вас здоровье, чтобы не ходить в аптеку за лекарствами, значит. А это твое здоровье. Первым делом проснулся, зарядочку сделал и в время пошел на стадион. Прошелся два-три круга и потихоньку прибавляешь. Один, два, три круга. И уже почувствуешь, что ты уже живой. А жизнь – это движение, а движение – это жизнь. По результатам соревнований депутаты окружного совета и представители администрации наградили победителей и призеров каждой номинации. По традиции отдельно отметили самых возрастных участников. В завершении фестиваля выступил солист Духового оркестра Театрально-концертного центра Щелковский театр. Заслуженный артист России Виктор Сухонос. Представительницам прекрасного пола вручили цветы. Евгения Корытько, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok